В рамках 21-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» в Екатеринбурге прошел гала-концерт фестиваля колокольного звона «Благовествуй земле Уральское». Фестиваль проводится в 20-й раз в трех городах Екатеринбургской митрополии – Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Алапаевске. А гала-концерт собирает своих зрителей традиционно у храма колокольни Большой Златоуст, где находится уральская школа звонарей. На месте события побывала наша съемочная группа «Слово Ольги Аверкивой». Концерт, проходивший с участием Духового оркестра Центрального военного округа, начался, как и положено, с колокольного звона, а продолжил его хор «Храма Большой Златоуст» под управлением регента Елены Потаповой, который на концерте представил зрителям свою песенную программу. «Солокольный звон на Руси, дай молитву монастыря, мир народу, мудрость хвостя». Вел концерт настоятель храма Большой Златоуст Эйрея Виктор Явич. Священник также традиционно сопровождал выступления своими авторскими стихами. «Отпишу, и я кому-нибудь несколько строчек, чтоб читали их после, когда я уйду». Приняли участие в концерте и выпускники Уральской школы звонарей. 7 июля в храме колокольни Большой Златоуст прошли экзамены для учащихся Уральской школы звонарей. Этим событием завершился курс обучения, который продолжался 3,5 месяца. А вручение дипломов состоялось на концерте колокольного звона. В этом году успешно сдали выпускные экзамены 13 человек из разных городов и деревень нашего региона. Церемонию вручения дипломов выпускникам возглавил митрополит Евгений. Как отметил владыка, из руды трудно сделать колокол, но еще труднее человека сделать звонарем. «Сегодня мы видим такое чудо рождения. Из простых людей, которые, может, еще год назад два не помышляли о том, что у них есть такое призвание и впереди такое служение. Вот они, как эта руда, собрались с разных окрестностей нашего региона, не только его. Они трудились, переплавлялись, учились, приобретали формы, какие-то особые упражнения совершали. И сегодня каждый из них – это виртуоз. Виртуоз, которого мы именуем звонарь». От имени всех выпускников архипастер пригласил в храмы, где служат эти звонари, послушать звоны, утешиться, помолиться за богослужением. А затем вручил награды тем, кто в течение многих лет заботится о сохранении и укреплении традиций колокольного звона в Екатеринбургской епархии. Среди награжденных – звонарь Ксения Кабанова, которая сама училась в школе звонарей в 2007 году. «Мы учились заочно. Мы приходили буквально на несколько занятий, а потом в режиме 24 на 7 мы жили в колокольном классе и отрабатывали там те приемы, которые нам показывал отец Дмитрий, забежав буквально на несколько часов в колокольный класс. То есть у нас было очень много самостоятельной работы и с нами мало кто нянчился». А сейчас, как отметила Ксения, учащимся в школе доступен любой инструктор и обучение устроено максимально эффективно, но, конечно, не без трудностей. «Заунарии, также общаются с летельщиками, они изучают развеску колоколов, изучают архитектурные сооружения. То есть это не только умение ударять в колокол, но это большое количество знаний и навыков, которые мы проходили как раз в школе». Несмотря на трудности, связанные с обучением, выпускники понимают важность выбранного ими служения Богу и людям. «Я через колокольную славу благовествую прихожанному начале службы». Благую весть несет и сам фестиваль, который так и называется «Благовествой земли Уральской». «Фестиваль колокольного звона с точки зрения звонарской – это повышение квалификации, а с точки зрения миссионерской – это пробовать о Христе. Когда мы можем видеть, приходят горожане, гости нашего города останавливаются, слушают духовные произведения, слушают стихи, слушают колокольный звон. И, возможно, благодаря подобным мероприятиям, подобным концертам, подобным фестивалям люди хоть маленечко задумываются о вечности и начнут приходить в храм». По завершении колокольного концерта все желающие смогли сами позвонить в колокола, попробовав себя в роли звонаря. КОНЕЦ КОНЕЦ